Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова» именно для детей. Эта рубрика для детей мы открыли для того, чтобы помочь большое количество молодежи добиться успеха в жизни, заранее готовиться к той современном мире, к той требовании этого мира, который от нас сейчас жизнь требует. Жизнь от нас сейчас требует намного больше, чем раньше. Мы хотим быть полезным для молодых. Хочу ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, всегда в комментариях пишите потом свое мнение, свой опыт, свое видение и так далее. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кому по вашим мнениям, по вашим взглядам эта рубрика будет полезной. Мне 14 лет и я не могу определиться, мне нравится единоборство. Можно сказать наслаждаюсь, но я не вижу в этом будущего, не смогу покормить, прокормить семью в будущем. Но все вокруг говорят уже учи английским. Я вижу в нем будущее, чувствую, что могу заработать на нем, но мне не нравится учить его. Не хочу я этим заниматься. Так вот дайте совет, что делать в такой ситуации. Дорогой мой, я хочу тебе сказать, что всегда те вещи, которые тебе полезны, они будут не нравиться тебе. Если ты учишь английский язык сейчас, неважно чем ты будешь заниматься, английский язык открывает тебя серий мир. Понимаешь? Так что я тебе рекомендую, даже если тебе трудно, даже если тебе тяжело, через не могу изучать английский язык. Это открывает тебя огромные возможности. Даже если будешь потом восточным единоборством заниматься и так далее, даже если будешь этим заниматься, все равно английский язык тебе очень поможет. Ты это поймешь потом. Спустя 10-15 лет, потом ты меня очень хорошо поймешь. Поэтому начни прямо сейчас. Начни заниматься английский язык прямо сейчас, не откладывая. Каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть. И в будущем это тебе очень сильно пригодится. Очень сильно пригодится. Это первое, что необходимо делать. Второе, второе, то что касается единоборства. Иди занимайся, не бросай. Составляй себе план, составь себе цель, то есть поставь себе цель и иди. И единоборство тоже занимайся, и языки тоже изучай. Тогда у тебя будет больше успеха. Просто откажись от ненужных вещей. У тебя сутки 24 часа время, всегда будут 24 часа время. И сегодня 24 часа, когда тебе будут 30 лет 24 часа, когда тебе будут 40 лет, тоже будут 24 часа. Так что просто откажись от ненужных дел, и все, у тебя будет успех гарантирован. Я тебе желаю успехов. Пожалуйста, продолжай единоборство, продолжай хорошо учиться и изучай английский язык. Она тебе везде поможет. Всю жизнь поможет. Здравствуйте, Станброд Довлатов. Меня зовут Амид. Мне 17 лет. Учусь в 10 классе. Я беру дополнительный по-английски и уже в среднем уровне. Я хочу поехать в Америку и учиться там. Я хочу стать бизнесменом. Но лень меня очень мешает. Я не могу управлять собой и много сижу в соцсетях. Скажите мне, пожалуйста, как победить лень и какие книги вы мне посоветовали почитать на данное время? Лень появляется, когда у тебя нету цели. Что важно для тебя? Важно для тебя будущее твоей цели или нет? Постоянно себе задавай вопрос. Иди получи, пожалуйста, несколько урок по постановке цели. Первое, что надо научиться, посвящай какой-то тренинг по постановке цели или прочитай несколько книг по этому поводу. Второе, что надо научиться, научись, пожалуйста, управлять своим временем. Когда твои цели для тебя станут важным, ты начинаешь выделять время для достижения цели. Помни, что для того, чтобы создать свое будущее, ты должен три вещи инвестировать. Время, деньги, труд. То есть время, деньги, усилие. Вкладывай для достижения своей цели. И ты к этому придешь. Постепенно, постепенно ты к этому придешь. Но ты вкладывай, пожалуйста, время, деньги, труд для достижения своей цели. Не останавливай, ты вкладывай это. И тогда ты до этого дойдешь. Вот. То, что ты говоришь лень, лень существует, когда нету цели. А когда твои цели будут иметь для тебя важность, когда твои цели для тебя имеют большое значение, тогда у тебя фокус будет направлен, внимание будет направлен на цели. Ты вообще не будешь думать о лень. Лень происходит там, где нету цели. Потому что человек не знает, что делать. У меня к тебе вопрос. Твое будущее для тебя важно или нет? Если твое будущее для тебя важно, думай о своей цели. Какие книги я рекомендую тебе? Я бы рекомендовал тебе прочитать несколько хороших книг. Найди книги, прочитай «До встречи на вершине» Зиг Зиглар. Потом найди книгу, прочитай «Сечки лягушки» Брайан Тресе. Найди, прочитай книгу «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон. Найди, прочитай мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Эти книги тебе очень сильно помогут. Здравствуйте. Мне 17 лет. Вы мой вдохновитель. Я вас очень уважаю. Спасибо за вашу рубрику. Хотела бы послушать ваше мнение насчет моего бизнеса. У меня интернет-магазин «Подарков» начинал с самого низу и выработал очень хорошую репутацию и доход. Месячный прибыль составляет в среднем 100 тысяч сом. Для интернет-магазина, думаю, это очень даже хорошо. Хочу открыть свой магазин, но боюсь расходов и в том, что могу обанкротиться. Не знаю, возможно, это глупо прозвучит, но я привыкла к тому, что без лишнего расхода зарабатываю и коплю. Хочу купить квартиру. У меня есть немногий капитал. И сейчас задумываюсь, покупать квартиру или открыть свой магазин. То есть, покупать квартиру или открыть свой магазин. Что вы посоветуете? Дорогая моя, если у вас хорошо дела по интернету пошло, продолжайте так. Не надо делать расходы. Стоит, чтобы вы оффлайн-магазин открыли, у вас расходы пойдут, пока она вам не нужна. Вот как у вас дела идут по интернету, его продвигайте. Продвигайте его, пока оффлайн-магазин не откройте. Потому что у вас тут же пойдет зарплата, расходы и так далее. То сумма, которую вы сейчас зарабатываете, вы будете тратить. Поэтому у вас хорошо получается интернет? Просто увеличивайте трафику, увеличивайте, скажем, поток людей, увеличивайте ассортимент. Попробуйте, пожалуйста, расширяться именно в платформе интернета. Вот в чем вы хорошо понимаете, в чем вы хорошо зарабатываете, там и развивайтесь. Для интернет-магазина вам не надо держать большой ассортимент и большой магазин, и большой склад. Так что, поэтому это вам выгодно. Так что продолжайте делать то, что вы делаете сейчас. Если вы очень сильно захотите потом, например, в этом направлении, в котором вы сейчас делаете подарки и так далее, когда достигаете определенного уровня и видите, что потолок достигли, дальше уже тяжело вам отправлять других стран и так далее, и так далее, тогда вы можете какой-то еще дополнительный продукт добавить, ассортимент просто добавить. Но пока продолжайте делать то, что делаете вы сами. На заработанные деньги просто наоборот положите, а если, то есть увеличивайте свои оборотные средства, пока не открывайте оффлайн-магазин и пока не покупайте квартиру, если в вашей бизнес нуждается оборотные средства. А если в вашей бизнес не нуждается оборотные средства, купите себе свою квартиру, хорошо, но продолжайте интернет-магазин развивать. Значит, перед вами приоритет бизнес, интернет-бизнес. Вложите деньги сначала туда, если в вашей бизнес нуждается деньгами, то есть оборотные средства, если нуждается. Если не нуждается, тогда купите квартиру, хорошо? Это будет правильное решение. Когда дойдете до хорошего уровня, можете потом добавить новый ассортимент, еще больше и так далее, и так далее, у вас бизнес будут расширяться, расширяться в платформе интернета. Интернет – это будущее. У вас получается, мы меньшими расходами зарабатывать деньги. Так что делайте. Вам 17 лет, вы зарабатываете 100 тысяч сон, это очень хорошо. Я поздравляю вас, вы молодец. Здравствуйте, Сайнор Раджави, меня зовут Оружан, мне 12 лет. Хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете людям. За то, что пишете такие прекрасные книги, что помогают людям. У меня вопрос к вам. Как мне раскрыть свой творческий потенциал? Всегда нравилось танцевать. Танцы были моей страстью. Я никогда не ходил на танцы. Столько там лет. А просто каждый день 24,7 дней танцевала и танцевала. Что удивительно, мне это никогда не надоедало. Я могла каждый день беспрерывно танцевать и танцевать. Когда ходила на танцы, это было то единственное место, где меня хвалили абсолютно все преподаватели, которые преподавали мне на танцах. Я уже как 7 лет танцую сама, без курсов, без секса и так далее. У меня есть подозрение на то, что моим Богом дано талантом являются именно танцы. Не знаю, может на это как-то повлияла моя прабабушка, которая была профессиональной танцовщицей. Что вы мне посоветуете? Как мне сейчас поступить? А после чего делать? После что делать? Надеюсь, вы ответите на мой вопрос заранее. Спасибо вам. Оружен, дорогая, иди, пожалуйста, учись где-то, где-то обучает профессиональный танц. Иди учись, где обучает профессиональный танц. Учи, пожалуйста, танцу. А потом открывай свою школу. Открывай свою секцию. Сначала ты станешь профессионалом в этом сфере, а потом создаешь себе имя, как в виде участия, не знаю, в каких-то там международных фестивалях и так далее. Создаешь себе имя. Это займет тебе, может быть, 1-2-3 года время. И параллельно, пожалуйста, открывай свою секцию. Создай свою школу танцев. Есть люди, которые любят, хотят учиться танцам. И, пожалуйста, обучай этому. Ты будешь зарабатывать на того, то, что ты любишь, то, что ты живешь, то, что ты не устаешь, то, что тебя вдохновляет. Будь счастлива. Принеси через танцы радость людям. Вот и все. Это культура, это искусство. Делай это. Займись этим. Тогда у тебя будет и любимое дело, и у тебя будет, скажем, счастливая жизнь. Дорогие друзья, в комментариях напишите свое мнение. Уважаемые дети, практикуйте, задавайте актуальные вопросы. Всегда буду отвечать. Пожалуйста, своим друзьям, знакомым, направьте, пожалуйста, в нашу рубрику. Пусть они тоже послушают, пусть получат пользу. Желаю вам успехов.